Я проснулась сегодня ночью. Я просыпаюсь от боли каждую ночь почти. Я сейчас рассказываю историю про отношения. И вот мой вопрос. Как я могу избежать этой боли? Это уже так долго длится. У нас есть двое детей. Три года назад мы расстались. Вот эта вот постоянная любовь. Она потихоньку уходит. Очень-очень потихоньку. Не с помощью медитации, а с помощью просто жизни. И два месяца назад что-то случилось в моей жизни. Мы снова встретились с этим мужчиной, что-то по поводу детей. Когда он покинулся. Когда мы расстались, снова эта боль вернулась. Уже это вот рано. И постоянная боль возникает. Никакого покоя нет. Как мне от этого избавиться? Да, в отношениях. Когда у нас есть отношения. Мы проникаем очень глубоко в бессознательное друг друга. Очень глубоко. И когда у вас есть жена или муж, вы занимаетесь сексом, но еще больше даже проникновением. В сексе мы обменяемся нашими клетками друг с другом. И идем очень глубоко. Когда он покинул тебя, этот человек, много лет назад, автоматически жизнь тебя потихоньку исцеляла. Потихоньку, потихоньку ты начинала забывать, забывать. Но это все еще там. Она не полностью исцелилась. И тогда снова вот он встретил тебя. И эта рана снова проявилась. Потому что она в тебе. Она не окончательно заснулась. Если бы это было закончено в доме, даже если бы он жил у тебя в доме, ты бы ничего не почувствовал никакой боли. Потому что все еще боль есть. Рана есть. Единственное, что лечит, это время и медитация. Ты идешь еще глубже, еще глубже в себя. Глубоко внутри тебя его энергия застряла. Даже если ты не знаешь об этом, ты закончилась. Ты уже с другими вещами занята, работой и какие-то интересные. Но он все еще в тебе. И когда время приходит, или ты его видишь, или кто-то говорит о нем, это снова происходит. Ты понимаешь, и ты что-нибудь говоришь? Боль. Это проявляется. Боль означает, что она все еще есть. Намного меньше, но все еще есть. Единственное, чем лечится эта боль, это пребывание с собой еще глубже и глубже. Когда твоя энергия проникнет в самую глубину себя, она очистит эту рану и исцелит ее. Вот это единственный путь. Ты должна идти дальше, глубже в себя. Хорошо, боль приходит. Наблюдай ее. Это медитация. Смотри на нее. Хорошо, воспоминания приходят об этом мужчине. И единственное, что ты можешь делать, это наслаждение. Это или что-то другое всплывает у тебя. Это значит, что энергия эта в тебе застряла, она находится в тебе. Это причина. Через много лет, когда мы встретились, ты увидел, что никуда не исчезла. Это был пусковый механизм для твоей боли. То есть ты увидел, что никуда не исчезла. Иногда к мальчику приходит, возникает эта боль. Медитация, когда ты идешь глубже и глубже. Во-первых, медитация очистит твои бессознательные, много-много камней, много негативностей, много ран. Все это там находится, очень большая темнота. И вот эти истории, воспоминания болезненные и наши страхи. Все наши страхи, все наши страхи возвращаются. Без причины вы будете чувствовать вдруг страх какой-то. Как будто кто-то за вами идет, хочет убить вас. Вы просто лежите на кровати и начинаете вдруг бояться. Это значит, что это ваш страх поднимается. Это будет происходить. Очень большие страхи у нас есть. И все эти страхи будут пробуждаться. И когда все ваши страхи закончатся, тогда это станет сознанием, бесстрашием, светом. И вы станете свободны над этим. Бессознательные люди у каждого. А в отношениях очень большое бессознательное остается. Кажется, что это любовь, но это не любовь. Кажется, что отношения это любовь. А, мастер говорит, нет, 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 это просто боль. Если сейчас нет боли, позже будет боль. Кажется, что сейчас все хорошо, у тебя кто-то есть. Но потом в один день это все закончится. Однозначно никто не может с тобой вечно быть. Кто-то один год. Кто-то четыре года. Кто-то может всю жизнь с тобой быть. Ну, а в один день тебе нужно будет умереть или не умереть. Кто-то первый умрет в любом случае. И там останется темнота внутри тебя. И когда вы идете в медитацию, вы можете чистить и очищать это. Медитация означает, что вы не начнете любить вас со самого себя без всякой причины. Нет никого у вас, а вы наслаждаетесь и в любви нахватитесь. Вы наслаждаетесь истинной любовью, без причины, никаких условий. Но до этого, чтобы вы не приняли в свою темноту, в свое бессознательное, вы взяли это. Никто вас не составляет. Никакое существование вам не давало эту боль специально. Вы это сами взяли. Если вы живете бессознательно, вы берете это в себя. И вы же должны это очистить. Никто за вас это не делает. Даже Мастер не будет для вас очищать. Он может вас подтолкнуть, показать. Вот она твоя боль, твое бессознательное. Он подталкивает, приводит тебя к твоей двери и показывает тебе. Вот вы находите Мастера. Вы начинаете любить его. Влюбляетесь в него. Мой Мастер. Я ученик. Я последователь. Я знаю, куда бы ты ни сказал, я пойду туда. Ты знаешь больше, чем я. И когда вы очень сильно в любви с Мастером, вы говорите, пожалуйста, приходи в мой дом, попей чаю, побудьтесь. Иногда Мастер соглашается, а иногда нет. Если вы везунчик, то тогда он придет. Он приходит, вы открываете свой красивый дом, ему все чисто. Самую лучшую комнату ему даете. И он приходит, говорит, ой, хороший дом какой. Все прекрасно, красиво. Все по высшему разряду, телевидение, там у вас есть кондиционер. Все, я остаюсь на некоторое время здесь тогда. Он живет некоторое время с тобой в твоей квартире, а ты счастлив. Счастлив это давать ему, потому что ему нравится. И вот два-три дня проходят. Каждый день утром и вечером ты начинаешь чистить, убирать свой дом. Собирается немного мусора. И в одном уголку у тебя в полу вот такой погреб. Вы открываете дверь в погреб и всю грязь туда сметаете. Мастер просыпается утром, говорит, хорошо. И говорит, чай у меня принеси, а вы убираетесь. Вы подметаете свой пол. Мастер вот рядом сидит на диване, пьет чай. Вы открываете погреб и туда сметаете мусор. Мастер очень тихо-тихо подходит к тебе, встает в зале тебя. И в этот момент дает тебе пендель. И ты падаешь туда в этот погреб. Он закрывает дверь и наслаждает наслаждаться. Ты кричишь оттуда. Ты будешь кричать однозначно. Ты мастер же. Ты убийца. Как ты можешь так делать? Ты начинаешь его оскорблять. Он говорит, нет, нормально все. Давай будь там. И наслаждается. Это теперь его квартира. Он наслаждается от твоей квартиры. А ты кричишь. А это все твое собрание. Ты всю жизнь убирал свой дом и бросал туда мусор. И каждый день ты бросаешь туда мусор. Этот погреб очень вонючий, страшный, черный. Никто не может там даже одной минуты побыть, а тебе нужно там находиться. И тебе сейчас придется смотреть на всю свою темноту. И когда ты там находишься, наблюдаешь это, потихоньку твоя темнота будет очищаться, разгребаться. Только ты можешь это сделать. Вот этот погреб это бессознательное твое. Все, что у нас есть в жизни, там, все, что мы бессознательно накопили, мы собираем это в своем погребе. И в один день, когда мы войдем в это путешествие, мастер подталкивает вас туда к этому. И говорит, все, теперь ты дальше сам выйдет. А он слаждается. И когда вы все, весь ваш погреб почистите, за эту жизнь собранное, за прошлую жизнь, все это должны очистить. То есть, наблюдаете, наблюдаете, очищаете. И в конце концов, дверь откроется. И тогда вы увидите свет, самый яркий свет из всех. И когда вы будете свободны, все закончится. И все сознание, вся темнота, все эго будет закончено. Вот у вас это есть, вы это собрали. Поймите, что это ваше создание. Никто вам не давал боль, это ваше. Вы собрали ее, приняли, и она у вас есть. Вот если вы наслаждаетесь чем-то или кем-то, однозначно позже вы получите боль. Это не так, что только любовь, любовь. Эмоционально, если любовь у вас есть, то тогда боль приходит однозначно. Но любовь, о которой говорит мастер, безусловно, там нет боли никакой. Как цветок испускает любовь, испускает аромат. Но, чтобы до этого дойти, вам нужно очистить все ваше бессознательное. Так что вот это означает, что энергия этого человека, она в тебе находится. И с каждой встречи, с каждым воспоминанием боль поднимается. Это хорошо, что с одной стороны хорошо, потому что это в тебе находится. Ты встретила с ним, это как триггер, как пусковый механизм сработал, а ты увидела это. Когда, если бы этого... В основном негатив заканчивается, когда пары расстаются с друзьями, тогда эти раны расстаются с ними. Но если вы негативно расстались, в плохом настроении, печали, боли, то требуется очень много времени, чтобы это очистить. Потому что негатив остается. Вы закончили, и тогда вы становитесь друзьями. Я не могу быть такой, ты может быть со мной, наши пути разные, но мы должны быть друзьями. Тогда очень хорошее и быстрое исцеление происходит. Но иногда в основном происходит, что он сопричнил волю мне, а она его любит, и я не хочу видеть его больше всю жизнь. Это значит, что негативность там находится внутри. Она еще есть, когда будете наблюдать ее. Это хорошо, что ты ее улетела, знаешь об этом. Сейчас ты можешь работать с этим и закончить. И когда это будет закончиться, ты будешь ему благодарна в самое первое, что ты почувствуешь эту благодарность. Кажется, что это болезненно, и смотреть на боль очень тяжело, но когда она закончится, ты будешь благодарна. Что хорошо, что он вот это вот вытащил из стен. Просто иди глубже, больше медитируй, и пытайся больше. И чтобы там не поднималась, наблюдая там. В медитации, как ты говоришь, сидеть один час. Если есть только эта боль, как я могу проникнуть в боль. Но ты должна наблюдать это. Когда боль приходит, смотри на это, не убегай. Не говори, ой, я не хочу этой боли видеть. Я хочу только радости. Радость придет. Помимо того, что будешь смотреть, что боль будет уходить, и радость придет. Хорошо. Примерь, что это темнота и боль у тебя есть. И тогда это прояснится. Но если ты будешь сражаться с этим, очень много времени займет. Просто примерь, да, хорошо. Темнота, темнота. Белые мысли, плохое настроение, очень эмоциональная боль поднимается. Я смотрю. А ты просто наблюдай. Ты смотри на это. Не убегай от этого. Медитация говорит, что бы ни происходило, просто наблюдай. Хорошо. Хорошее что-то поднимается. Хорошо. Плохое, нет. В основном люди, когда что-то плохое поднимается, они хотят сбежать от этого. Но я говорю, это ваша боль. Вы создали ее. Важно ее очистить. Никто за вас это не делает. А путь очищения — это принятие. Вот это вот есть. Не борись с этим. Это займет некоторое время, насколько оно большое в тебе там сидит. Насколько и времени потребуется. Но в один день это будет закончено. Но если ты будешь продолжать постоянно это делать. Медитация означает не убегать. Что бы там ни происходило, каждый день, один-два часа наблюдаешь. Что бы там ни было. Конечно, когда ты садишься в медитацию, конечно, боль будет. Огромная, огромная боль будет возникать. Ты как скала, как гора. Ты должна забраться на нее. Ты должна говорить, ой, эта гора такая большая, как я могу ее преодолеть. Нет, но ты должна сказать, да, я преодолею ее. Я могу это сделать. Я могу это пройти. Какая бы большая ни была, я пройду это. И ты можешь это сделать. Нет ничего, что ты не можешь пройти. У тебя есть эта сила. Ты должен себя настроить на это. Как бы в исследовательском нашем варианте. Сколько там этой темноты, крови посмотреть. Темнота всегда, боль всегда будет там, пока ты не будешь ее наблюдать. Это зависит. Это зависит. Если вы говорите всего, сколько бы я не должна была увидеть, я это увижу. То есть, такой боевой настрой. И тогда это все идет. И вы должны понять, что во мне есть эта боль, я должна ее пройти. И пронаблюдать. Если она появляется во время времени, значит, она в вас внутри есть, живет там, никуда не уходит. Никто это за вас не сделает. Только ты должна это сделать. Это процесс медитации. Хорошо, заканчиваем. И сейчас у нас будет медитационный ретрит. Два дня. Сегодня и завтра. И четыре медитации. Сегодня и три-четыре завтра. И сатсанги. И вот за эти два дня будет шесть-семь разных техник, кто не делал медитации, или очень новичок такой является. Для них очень хорошо. Чтобы попробовать, посмотреть. Те медитации, которые сейчас наиболее популярны, мы будем здесь делать. И та медитация, которую вы полюбите больше всего, вы это почувствуете, ваше сердце скажет. Тогда вы возвращаетесь домой, каждый день делаете это. Кто-то любит кундалини, кто-то любит кундалини, кто-то за, кто-то сидит, кто-то любит какую технику вы полюбите, делайте ее. И тогда ваша жизнь изменится. Я надеюсь, что медитация изменит всю вашу жизнь, она может это сделать. И кто делает медитацию уже довольно давно, для них тоже полезно, потому что когда мы делаем ее вместе, ее вокруг, рядом с мастером, то гораздо сильнее она происходит. Когда вы делаете один дома, это другое. С мастером это другая энергия, сильная энергия. И в группе, тем более. Так что, кто хочет участвовать в ретрите, сейчас будет одна медитация, и потом начнется ретритация с этой медитацией. Кто хочет делать, дайте имя Саттвики Слава. Напишитесь. Она вам скажет, вам все расскажет о ретрите. И также каждый день, с исключением вторника и среды, будут сатсанги. Пять дней в неделю. Вы приехали сюда. Потихоньку, потихоньку, что бы вы ни хотели. Если вы получите вкус нектара, вкус божественного, вы получите и ваша жизнь не останется прежней. Когда вы увидите что-то реальное, начнете искать, откуда эта радость, откуда этот нектар исходит, откуда этот свет исходит, я хочу знать. И у вас это есть. Только вам нужно пойти в ваш центр. У всех это есть, у каждого. Но никто не хочет идти туда и знать это. А медитация помогает это сделать. Музыку, мантру поставьте. Будем сейчас наслаждаться мантрой. Сегодня будет танцевальная, танцевальная, сердечная медитация. Очень сердечная, любящая танцевальная медитация. В танце вы становитесь тотальными. Полностью. Медитация означает тотально, целостно. Будьте в настоящее. В танце это проще всего достигается. Приходьте в настоящее, очень быстро в танце. Кто не знает, кто вам покажет, как делать.